А россияне в какой-то степени должны быть ответственны за действия властей? Или вы против коллективной ответственности? Ее не существует. Я считаю, что на Западе всегда критиковали национализм. Но сегодня на Западе развивается контрнационализм. То есть теперь, если ты русский, то ты преступник. Я считаю, таким образом на Западе нарушаются все конституционные права человека. Нельзя обвинять простой народ в России в том, что происходит. Это на самом деле другая сторона медали. То есть по национальному признаку ты уже враг. И ты несешь ответственность. Как дети несут ответственность за своих родителей. Нет. Поэтому меня разочаровал Запад. И разочаровали те люди, которые живут на Западе и считают, что они святее вообще святых. И начинают поливать всех русских, которые остаются в России. И не делают все для того, чтобы их на 8 лет посадили. И рассуждают о том, что каждый может все, чего-то продать и так далее, уехать. Ребята потише и поскромнее. И даже самые ужасные обиды на то, что происходило в России, нельзя тащить на себе всю жизнь и мстить. Надо уметь отпускать и быть щедрым и предрасположенным к человекам, а не к политическим повесткам. Вы мне в прошлый раз говорили, что вас поливают в грязи украинцы. Это до сих пор так происходит? Нет. Перестали? Угу. С чем связано? Откуда я знаю? Ну, наверное, посмотрели мои дебаты с Соловьевым. В советское время было такое понятие, как внутренняя миграция. Люди жили и не замечали внешних условий. Так? И сейчас тоже, получается, все к этому идет. Пришло уже. Есть выбор. Хочешь быть домскроллингом и дойти до ручки, окей, это у тебя один путь. Есть второй путь. Создай планету внутри себя. Там много чего есть интересного. Вот вы точно умеете отключаться от внешнего фона. Несколько советов, может быть, зрителям, которые не до конца понимают, как это лучше сделать. Представьте, что вы ребенок. Что хочет ребенок? Ответьте на этот вопрос. От себя лично. От своих поступков. Не имеется в виду, чтобы мама, папа принесли. Что он хочет? Один хочет стать летчиком. Другой хочет попрыгать с мячиком. Третий хочет, чтобы его перепеленали. Нет, это его. Третий хочет начать бегать и играть с мышкой или с кошкой. Представьте, что вы чего-то хотите. После этого подумайте, как вы эту хотелку можете реализовать на рынке. Пусть даже не совсем так, но похоже. Потом придумайте, распишите маленькие шаги. И делайте это в зависимости от того, какая информация поступает. Ваша голова будет занята. Ваше тело будет вместе с мозгом работать над этой темой. Это называется самореализация. Банальная вещь. Она существует всегда и везде. И то, что вы будете делать, то, что вам нравится, это создаст планету устойчивую ко всему этому бреду вокруг. А то, что вы это будете делать для людей, и таким образом печь им самые лучшие пирожки, или открывать для них самые лучшие дешевые кафе, или помогать им оформлять какие-то документы, или помогать им, я не знаю, отремонтировать их квартиру по другим ценам и так далее. Это будет, да, или сшить одежду, у которой теперь брендов нет, ну, такую же модную, но русского производства. Это будет ваш вклад то, чтобы помочь своей стране на честном уровне, на уровне людей. Не матрицы, а людей. Вот и все. И у вас возник энергетический этот шар, и поведет вас, и вы будете делать то, что вы хотите. Я видела в торговом центре на цветном. Он весь был английским, очень хипстерский, очень модный и не такой уж дорогой. Пришла туда, все завалено. Думаю, надо же, что-то отсюда уехали, а здесь остались. Нет, это все русский, российский бренд. Великолепного качества. А что хочет ваш внутренний ребенок? Хочет удовольствия и счастья массы, но первое, хочет, чтобы я была в комфорте. А я в комфорте живу только тогда, когда я на своей земле со своим культурным кодом общаюсь со своими людьми по традициям русского мира, а не миграционной закрытой тусовки. Поэтому я выбрала это. За любой выбор надо платить. Чем вы платите? Я плачу тем, что вы мне задаете все эти вопросы. Мне никогда не было легко в жизни. Я ничего не добивалась вот так вот. Мне ничего не летело с неба. Поэтому для меня это нормально. Власть цинична. И никогда не будет делать ничего, думая о каждом отдельном человеке. Это смешно. Все коллективное, оно бессознательное. Матрица коллективная, бессознательная, управляемая институтами. И ваше дело быть в этой матрице или не быть в ней. Но с ней надо иметь контакты, потому что ваш продукт нужно суметь продать на рынке. Мы как раз много говорим о том, что называть вещи своими именами, говорить то, что думаешь. Мне кажется, это базовая свобода. Свобода слова – это базовая свобода. Это записано в Конституции. То, что записано в Конституции – это одна история. А что такое свобода истинная – это другая история. Это всего лишь свобода слова. А есть еще другие свободы. Конечно. Я сейчас про свободу слова говорю. Все понятно. Просто почему так вышло, что в нашей стране это право, это базовое право стало уголовно наказуемым. И большинству людей пофиг. Они этого не замечают. Потому что для них это не главное, значит. Человек в России не привык жить долго и благополучно, имея свободу слова. Когда он имел свободу слова, это было, во-первых, недолго. И для 70% людей очень неблагополучно. Это было в 90-х? Да. Поэтому вначале понравилось, а потом стали ждать, а когда бабки-то будут. А бабки исчезли. Поэтому на свободу слова все махнули руку. Это интеллигенция. Мне печально от этого, а вам? А при чем тут ваши оценочные всякие эмоциональные чувства? Кому-то печально, кому-то грустно. История-то не волнует. Ну а вам грустно от этого? Мне все равно. Я сказала, я не человек матрицы. Матрица – это социум. Так. А если вы подчиняетесь ее законам, то вы полностью живете в матрице. А если вы умеете создавать мир вне ее, тогда вы только частично с ней общаетесь. На процентов 30. У вас на сколько процентов вы общаетесь с матрицей? 30. 30. А все остальное время меня не интересуют матричные вопросы. Давайте о чем-нибудь хорошем поговорим. Конец года. Было что-то в этом году, что внушает надежду, оптимизм, не знаю, пусть не надежду, а оптимизм. Что-то хорошее в вашей жизни. В моей жизни было очень много хорошего и трагичного. Поэтому это мои проблемы. Одно мне вселяло оптимизм, другое вселяло пессимизм. Ну, как-то я на фоне своей стабильной психической ситуации спокойно остаюсь достаточно счастливой, насколько это возможно, в сегодняшних условиях. А с точки зрения страновой или мировой ничего хорошего не было. Не было такого события? Ну, вот Аргентина победила. Вы за Аргентину болели? Да. Я тоже. За Месси. Я вообще всегда... Ну, да, я не влюблена в него, как все женщины. Я всегда болею за Аргентину. Почему, не знаю. Мне нравятся их темпераменты. Я люблю вообще эти страны латиноамериканские. Они все живые такие. И хотя там, кстати, тоже полно политических проблем. Ну, и теперь новогодний блиц. Одна фраза, которая... Или одно слово, которым вы могли бы описать этот год? Выживальщик. Кто для вас человек года? Тот человек, который остался в России. Тот, который, несмотря ни на что, несмотря даже на то, что критически ко всему относится, остался в России и делает что-то здесь для людей. Добрый, хороший. Что нового про себя вы поняли в этом году? Я поняла, что я суперменеджер. Я могу справиться в Манзюрске почти с любой задачей. Раньше считала, что все-таки я не управленец. Нет. Так призвалась, то и управленцем стала. А что вы поняли в этом году нового про жизнь? Я давно про нее все поняла. Ничего нового она мне в этот раз не показала. А про страну? Тоже ничего нового. Я все это знала, видела и предсказывала. И я тогда сказала, что экономическая бездна, мы единственная страна, которая может под нее бесконечно. Ресурсов хватит. Терпения хватит. Терпения. Что и происходит. Что и происходит. А дно близко? Нет. Нет. На каком моменте мы остановимся? Мы до дна долетим? Не знаю. Не знаю. Это никто в хаосе предсказать не может. Никому не верите. Но вы это можете. Вы предсказывали, вы говорите, очень многие события. Давайте попробуем предсказать. Это тогда, когда моя чуйка этого хочет. Сейчас она молчит. Это же как вдохновение. Или чуешь, или нет. Приказать чуйки нельзя. Мировая война будет в следующем году? Нет. Вы говорили, что есть угрозы, что будет мировая, горячая мировая война. Не ядерная. Всегда есть такие угрозы, но сейчас в следующем году нет. А почему вам так не кажется? Ну, чую. Что ваша чуйка говорит, когда это все закончится? Молчит. Ну, это десятилетие, это следующий год, это 20. Полное интервью смотрите в нашем телеграм-канале. Ссылка на него под видео в описании, либо же в закрепленном комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok